Глава 14. Будьте чуткими к действию Святого Духа. Написано Франсис. Как-то раз перед посадкой в аэропорту в Атланте я забежала в женский туалет. Там я увидела женщину в инвалидном кресле. Святой Дух побудил меня возложить на нее руки. Конечно же, я не всегда и не везде так делаю, но тогда у меня возникло ощущение, что я должна помолиться за нее. Спустя несколько месяцев я получила вырезку из газеты, которую мне прислала одна наша знакомая. Под заголовком «Исцеление Салли Джоунс незнакомкой в аэропорту города Атланты» была напечатана статья, в которой рассказывалось следующее. Во время одной из недавних поездок Салли Джоунс, которая была коллегой от рождения, зашла в туалет в аэропорту города Атланты. К ней подошла какая-то женщина и сказала «Меня зовут Фрэнсис Хантер, я христианка, разрешите за вас помолиться». На это Салли ей ответила «Я буду благодарна за все ваши молитвы». А затем в статье говорилось, что эта женщина просто возложила на нее руки, а потом ушла. Салли утверждает, что почувствовала исцеление и встала с кресла, чтобы догнать женщину и поблагодарить ее, но та скрылась в толпе. Салли запомнила только имя незнакомки. Всегда будьте внимательны к проявлению Святого Духа. Заметьте, прежде чем возложить руки на женщину, я представилась и попросила разрешения помолиться за нее. Часто восприимчивость к проявлению Святого Духа и есть дар веры. Деляясь с вами своим опытом, мы призываем вас к прислушиванию малейшим проявлению Святого Духа. «Несколько лет тому назад нам пришлось побывать в одном городке, на западном побережье Америки. После служения я стояла у книжной раскладки и разговаривала с людьми. Вдруг я увидела молодого человека, который внес на руках мальчика лет девяти и пару маленьких костылей. Я спросила его, что с мальчиком. Он ответил, «Рэй страдает расщеплением позвоночника. Я пробовал убедить его родителей принести Рэя на ваше собрание, но они неверующие, и тогда я решил принести его сюда сам». И тут же добавил, «Он ни разу в своей жизни самостоятельно не ходил, но я верю, что Господь исцелит его». В духе я почувствовала сильное волнение. Я обратилась к мальчику. «Рэй, сегодня на служении я назову твое имя, и когда я это сделаю, я хочу, чтобы ты встал со своего места и выбежал вперед. Давать такие обещания – дело весьма рискованное, но со мной говорил Святой Дух, а я просто повторяла его слова. Когда началось служение, я совершенно забыла о Рэе, потому что он сидел далеко от меня, где-то на заднем ряду, и я не видела его среди присутствующих. Но потом, когда люди вдруг стали подниматься с инвалидных колясок, я обернулась и глазами поискала Рэя. Не увидев его, проговорила, «Рэй, где бы ты сейчас ни был, встань во имя Иисуса Христа и ходи». Рэй весь вечер сидел и ждал этой минуты. Едва я произнесла эти слова, как вдруг он появился, как будто ниоткуда, и побежал. Чуткость к голосу Святого Духа, уверенность в его силе могут совершать настоящие чудеса. Подобный случай произошел в другом городе. В зал, где проходило служение, везли красивую темнокожую женщину в инвалидной коляске. И опять внутри себя я ощутила, словно легкий толчок. Я сразу же поняла, это Дух Святой. Обращаясь к женщине, я твердо сказала ей, «Сегодня на собрании я буду читать Псалом 22, и как только я дойду до места, если я пойду и долинной смертной тени, не вздумайте сидеть. Я хочу, чтобы вы встали со своего кресла и как можно быстрее побежали вокруг зала». Говоря это, я сама плохо представляла себе, что именно Святой Дух имел в виду. Всю проповедь женщина ждала этих слов, не спуская с меня глаз. К концу служения я стала читать Псалом, и как только я дошла до четвертого стиха, «Если я пойду и долиной», ее уже не было в кресле. Буквально перелетев через педали своего кресла, она стала носиться между рядами, крича изо всех сил. В конце концов я перехватила ее, когда она бежала между рядами, прикоснулась к ее лбу, и женщина тут же упала под действием силы Господа, окончательно исцеленная. Никогда больше ей не пришлось сидеть в своей коляске. Мы увидели с ней спустя два года. Она была совершенно здоровой, потому что в тот вечер я повиновалась голосу Святого Духа, не рассуждая. Эта женщина, кроме исцеления, получила также и дар веры. Вы, вероятно, подумаете, что бегать вокруг церкви и кричать во весь голос не совсем прилично. Возможно, это так. Но как бы вы себя повели, если бы после долгих лет сидения в инвалидном кресле вы вдруг вновь обрели способность ходить? Однажды мы выступали в курортном городе, и в последний вечер нашего пребывания многие уверовали, став свидетелями чудес, которые происходили всю неделю. Святой Дух очень тихо сказал мне, «Объяви всем, что каждый сидящий в инвалидных колясках будет исцелен и сможет ходить. Когда я знаю, что ко мне обращается Святой Дух, меня охватывает неописуемая радость. Я рассказываю о своих ощущениях всем присутствующим на собрании и объясняю им, что должно произойти. И когда Дух Святой произнес «Сейчас», я просто сказала, обращаясь к залу, что хочу, чтобы все, кто в коляске, встали и вышли вперед во имя Иисуса Христа. Последующие 60 секунд были, наверное, самыми длинными во всей моей жизни. Мне показалось, что прошел целый час, а не одна минута, потому что никто в зале даже не шелохнулся. Наконец какая-то женщина в коляске рядом со сценой встала и вышла вперед. Как только она сделала два-три шага, ее вера передалась мужчине, сидевшему за ней. Он встал и тоже пошел. Семеро инвалидов один за другим поднялись и пошли. Семеро! Затем подошла девчушка лет семи. Тело ее стягивал корсет. Когда Чарльз возложил на девочку руки, она стала нормально ходить, и ее мать сняла с девочки корсет. Самое удивительное в нашем служении – это поток чудесных исцелений, который Господь изливает, и ответ на нашу чуткость и послушание. Аллилуйя! Будьте чувствительны к тому, что говорит Господь. Слушайте голос Господа. Это самое важное в искусстве исцеления. Когда Он проговорит к вам, вы узнаете его по духу и благодаря Слову Божьему. Но если вы не читаете Слово Божие, вы не сможете узнать его голос, обращенный к вам, и дьявол легко ведет вас в заблуждение. Занимаясь исцелением больных, очень важно постоянно питать свой ум знаниями, подчеркнутыми Святого Писания. Не давайте своему уму бездействовать. Читайте и размышляйте, потому что каждый раз, когда читаете Библию, вам открывается что-то новое в Божьем Слове. Будьте чутки Господу. Научитесь чувствовать Его присутствие каждую минуту с тем, чтобы не пропустить малейшее проявление Святого Духа.